Приветствую вас! И интересно ли вы задаете вопрос? В чем мысль жизни? Недаром этот вопрос считается неразрешимым, недаром этот вопрос считается голосовским, и я думаю, что на то есть причины, а если какой-то из экспертов ответит на этот вопрос, да и вообще кто-то из людей ответит на этот вопрос, то, наверное, такой человек не будет человеком, потому что понять смысл человеческой жизни можно только не будучи человеком. Таково мое мнение. Но это мнение скорее не более чем гипотеза, гипотеза сломанная на личных изречениях, на личных каких-то мыслях, догадствах, естественно, ничем не подкрепленные, поэтому я не хотел бы, значит, ограничиваться одним лишь только этим ответом и попробовать объяснить вам в чем смысл жизни. Смысл жизни для человека находится в зависимости от его приоритетов, от приоритетов в этой жизни. И приоритеты, как вы понимаете, на протяжении разных этапов, они разные. Когда человек маленький и только познает мир, он даже не задумывается о том, что есть такое вообще понятие, как смысл жизни. В дошкольном возрасте, в школьном возрасте основным занятием человека в классическом смысле становится познавательная деятельность. И в этом смысле, значит, можно сказать так, что смысл жизни определяется ведущей человеческой деятельности. Вот какая деятельность у человека ведущая, такой у него и смысл жизни. Если у человека ведущая деятельность социальная, допустим, это социальная активность индивида, там, скажем, общественник, политик, благотворитель и прочее, то у него деятельность связанная с обществом. И у него смысл жизни сделать общество лучше. Если человек карьерист и ведущая у него деятельность профессиональная, то смысл жизни у него карьерный рост, достижение определенных вершин в карьере, возможно, вклад в экономическую сферу, в другие профессиональные сферы и, соответственно, способствование развитию той сферы, в которой человек работает. Если ведущая деятельность у человека это семейная, то, соответственно, здесь сохранение домашнего шага, стремление сделать близких людей счастливыми, а воспитание детей, последствия воспитания внуков. То есть, по сути, работа над будущим человечеством, над будущим страны, над будущим своих детей и внуков, которые у человека есть. И, наверное, наверное, вот, по крайней мере, для меня смысл жизни в том, чтобы добиваться чего-то в ведущей деятельности человека. Соответственно, ведущая деятельность – это понятие относительно условного. То есть, ведущая деятельность может быть в основном только у ребенка, у подростка, у юноши, может быть, у молодого человека, но у зрелого ведущей деятельности как таковой-то и нет. Потому что у человека, простите, и работа есть, и семья, как правило, есть, и есть, скажем, некий социальный актив, друзья, знакомые, там, какие-то вечеринки, сходки, посиделки, времяпровождение и прочее. И поэтому для зрелого человека, я думаю, смысл жизни в том, чтобы везде к чему-то стремиться. И отсюда мы делаем неслойный вывод, что смысл жизни в том, чтобы постоянно стремиться к новым вершинам, никогда их не достигать. То есть, мы достигли одну вершину и тут же открыли новую. Мы чего-то добились, нам тоже хочется, чего-то еще и так далее, далее, далее. Смысл жизни в постоянном, в прогрессе, в обновлении, в смене одних контекстов, одних моментов, одних элементов, одних условий другими, более новыми, более совершенными и так далее. То есть, смысл жизни заключается в совершенствовании, в совершенствовании всего, что является собственным человеком и тем, и того, что окружает этого человека. Ну, наверное, именно таким будет ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Каждый эксперт ответит по-своему, указывает смысл жизни в своей зависимости от его ценностей, от приоритетов, от идеалов, стремлений и так далее. Надо сказать, что на него, на вопрос экзистенции, очень сильно влияет теологический аспект. То есть, вот если человек верит, допустим, в высшую силу, в Бога, а что-то еще там, в судьбу, смысл жизни у него один. И этот смысл жизни подчиняется, ну, скажем так, некой абстрактной воле кого-то, воле высших сил, так скажем, воле божественных сил. Если человек не верит, то для него справедливо то, что я сказал. А вот, говоря о том, что лично вам ближе, то на самом-то деле, видите ли, только здесь вот в чем. Если вы примете смысл жизни кого-либо из нас, допустим, то это значит, что вы смените свой приоритет. То есть, у вас какой-то приоритет был, он, допустим, переживает кризис, вы ищете новый смысл, вы новый смысл находите. И рано или поздно в этом новом смысле у вас тоже будет кризис, потому что предыдущий кризис не разрешился. Нужно понять причину этого кризиса и по возможности его убрать. И тогда ваш истинный смысл жизни, справедливый только для вас, ведет вас в состояние гармонии с собой. А до тех пор, пока вы ищете смысл жизни у других экспертов, это чревато замыливанием своего личного взгляда, иллюзорностью принятой точки зрения любой, и тем самым неразрешением внутренней проблемы. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше, буду благодарен. Продолжение следует... Продолжение следует...